Ни для кого не секрет, что принятие бюджета является основополагающим для жизнедеятельности города, а максимально быстрое его принятие может считаться неплохим показателем работы властей. 30 декабря 2010 года на сессии Никопольского городского совета бюджет был утвержден с нарушением процедуры принятия согласно бюджетному кодексу, который четко декларирует то, что бюджет должен утверждаться советом только после его утверждения исполкомом. И если предположить, что Руслан Токарь об этом не знал, то в ходе заседания сессии прозвучало замечание депутатов по данному вопросу, но и оно не было принято во внимание. Сам Руслан Иванович называет процедуру принятия бюджета ошибкой. Я получил консультацию у секретаря Минской Рады, подошел юрист, показал, вот моя ошибка. Я виноват однозначно в этой ситуации, тоже однозначно, и даже больше, чем кто-либо. Я не могу допускать такие ошибки, которые могут привести к остановке работы города. И самое главное, но не это мотиватором было. И проконсультировавшись, самое главное, что? Предположим, бюджет идет, деньги тратим. В какой-то момент любой член громады, который подает в суд и говорит, нарушена процедура законная, ухвала суда, произвепленит идею бюджету на момент рассмотрения дела. Мы детей кормить не сможем. Я повторюсь, мы ничего делать не сможем. И это будет законно. Я, в последнюю очередь, город станет на колени. Осознав всю сложность произошедшего, мэр города попытался реабилитировать ситуацию. 31 числа, поняв. По случайности, по законобирности, как это было здесь. Скажем, непопулярное решение, потому что многие удивились, что я подобное сделал. Я вынес распоряжение о призупыне недею, то есть наложил вето на данный вопрос. И дабы решить ситуацию, потому что у нас праздники новогодние, а после праздников мы не тратим ничего. Я это решение вынес и 31-го проводил в Иконком. Проводил еще его 5-го числа. И на 6-е число я созвал сессию новую. Для чего? Для того, чтобы отменить документ 30-го числа и такой же документ зафиксировать 6-м числом. Он никак не менялся. Но процедурно мы согласовали бы вопросы от бюджетного кодекса. Все. Закрыли вопрос. А 6-го числа с утра, я вы, наверное, там, если видели, я чуть в трибуну не упал после голосования. Я не ожидал такой ситуации. Депутаты после выступления Евгения Ивановича Бавкуна, потом о том, что мы все-таки самое главное, после согласовательного совета преодолели вето. Можно теперь двояко рассматривать, теперь как бы гарантий больше. Набрав чинности 6-го числа, все-таки 30-го, потому что решение 30-го числа. Поэтому, вот двоякость она осталась. Ну, в принципе, я как бы свои полномочия исключительно мэрские, я ее выработал. Да, я вето наложил, его преодолели. Есть еще одна структура, которая занимается по закону, по конституции, вопросами, скажем, контроля. Это прокуратура в интересах государства, в интересах громады. Я написал еще раз письмо на прокуратуру, потому что прокуратура имеет право вынести протест. И тем самым опять поставить вопрос на голосование. Я все-таки, позиция моя не изменилась нисколько. Я считаю, что мы нарушили закон, и это проблема. Я написал это письмо в прокуратуру и попросил сегодня прокуратуру рассмотреть данный вопрос и вынести на сессию эти моменты. Ну, должно быть право. Поэтому сегодня вопрос еще не закончен, и он находится там. Попытка выровнять ситуацию не увенчалась успехом. Почему депутаты отказались идти навстречу главному управленцу и проголосовали против наложения вета? Журналисты газеты «Город» интересовались у людей, имеющих довольно большой опыт в данных вопросах и знающих ситуацию. Ну, во-первых, 30-го числа нас лично, Руслан Иванович, когда ему говорили, что есть нарушена процедура, попросил нас принять этот бюджет, потому что надо принять его до наступившего нового года. Чтобы мы начали с 1 января работать по новому бюджету. Естественно, мы пошли ему навстречу, потому что считали, что это, хотя звучало на сессии о том, что не было соблюдено один момент. Не было предварительно рассмотрено на заседании исполнительного комитета городского совета. Акцентирую это внимание, что городского совета, исполнительный комитет. Я, в принципе, как юрист посчитал, что в данной ситуации городской совет имеет высшей силой и обладает в городе Никополе. В его полномочиях написано, что принятие городского бюджета – это исключительная компетенция городского совета. Поэтому посчитал, что мы можем пойти навстречу мэру города и принять бюджет 30-го числа. Хотя некоторые депутаты выступали и против. Мы приняли бюджет, но 31-го оказался наложено вето. То есть, в принципе, мы могли тогда не принимать, можно было сделать перерыв, собрать заседание исполкома, если это было слишком принципиально. 6-го собрали нас на сессию, я выступил с одним вопросом, то, что я только что сказал, что высшим органом власти в городе является городской совет. Согласно закону о местном совправлении, в исключительной компетенции городского совета является принятие бюджета. Только в бюджетном кодексе есть записана эта процедура, в других законах нет, что предварительно рассматривается на исполнительном комитете. 31-го числа на исполнительном комитете этот бюджет был рассмотрен. Ни одного замечания, ни одной проблемы не было внесено. То есть, они полностью одобрили тот бюджет, который принял городской совет. То есть, подтвердили правильность принятия бюджета. Я не вижу, если бы хотя бы хоть одно нарушение было найдено, можно было бы рассмотреть и не преодолеть вето. Ну, а просто играть в эти игры, примите программы, отмените программы, примите городской бюджет, отмените его и заново примите. Ну, это уже как бы не... Это просто какие-то игры. Поэтому я считаю, что ничего страшного нет в том, что городской совет преодолел вето 6 января, уже будучи после 31-го, рассмотренное исполкомом. Исполком не нашел ни одной проблемы в принятом бюджете. Поэтому мы и преодолели вето, я так считаю. За это и проголосовали депутаты. Я не думаю, что нарушение этой процедуры является таким сильным основанием для того, чтобы суд любой посчитал, что решение о бюджете надо отменять. То есть, оно не имеет большого значения для самого бюджета. Свою точку зрения по данному вопросу высказал и Сергей Старун, который подобного не помнит за всю свою многолетнюю практику работы на должности городского головы. Ну, а что комментировать, смешно? Пытался понять, в чем причина Сербура, но до конца таки не понял. Наверное, в большей степени в путанице, наверное, в какой-то безграмотности, наверное, не знаю, в том числе и процедурных. Но он выглядел в такой абсолютно несоответствующий ситуации скандал. То есть, то, что происходило, для этого не было никаких, на мой взгляд, не было никаких оснований. Это банальная техническая процедура, которая может была тихо за пять минут разобраться и все сделать. Бюджет принимали, вот это был спорный вопрос. Нужно ли при голосовании на сессии за бюджет, нужно ли обязательное рассмотрение предварительно на исполкоме. Когда меня спросили, вот у меня этот момент почему-то не отложился, я, честно говоря, не могу сказать стопроцентной гарантией, что вот мы каждый год перед голосованием на сессии обязательно рассматривали на исполкоме и принимали решение. Может быть, было, может быть и нет. У нас такой вопрос никогда не стоял, поэтому я не акцентировал свое внимание на этом. Скандальная ситуация получилась только из-за того, что, наверное, не подумали о том, как же правильно, грамотно сформулировать этот вопрос и как его прокомментировать и подать. Поэтому это вопрос, наверное, и к Руслану Ивановичу, и к депутатам, пусть они вспомнят о том, кто что говорил и кто кого не понял. Ну, на сегодняшний день подвергать сомнению, что бюджет принят и он принят с решением закона, нет оснований, на мой взгляд.